Начнём с нынешней ситуации в России. Высокая коррупция, несменяемость власти, отсутствие свободы слова и демонстраций. С этим всё, конечно, намного лучше, чем в Беларуси, но не идеально. Давайте же рассмотрим варианты того, какой могла бы быть Россия. И начнём мы с мечты каждого коммуниста. Представим, что в 1991 году удалось сохранить СССР. Впоследствии к СССР удалось присоединить всю Восточную Европу, а также Монголию. В этой реальности Горбачёву удалось добавить в СССР больше свобод и при этом не развалить страну. Также, по примеру Китая, начали появляться частные заводы и компании. Экономика страны могла бы стать наравне с китайской. В нашем следующем варианте революция в России не удалась, и царю удалось сохранить свою власть. Также в этой реальности Аляска осталась территорией России. Я думаю, при таком раскладе Россия более мягко бы прошла процесс индустриализации и не было бы кровавых репрессий двадцатых и тридцатых годов двадцатого века. Третий вариант. После развала СССР новое правительство России не смогло удержать Россию в нынешнем составе, и она продолжила разваливаться на большее количество независимых государств, такие как Ингушетия, Чечня, Дагестан и Татарстан. Другие же территории были бы отданы другим государствам – Карелию и Финляндии, Кубань и Украине, Курилы и Сахалин Японии и так далее. Четвертый вариант. В этой реальности в 2014 году, помимо Крыма, Россия забрала свой состав Донецкую и Луганскую республики. Также в 2021 году, по договоренности с Лукашенко, Россия забирает свой состав Республику Беларусь. При данном раскладе Россия получила бы горы санкций. Пятый вариант. СССР потерпел поражение во Второй мировой войне. Вся европейская часть СССР досталась Германии, в то же время вся территория Азии находилась бы под японцами. Что случилось бы с народами оккупированных земель, думаю, объяснять не стоит. В шестом варианте Россия не начала заселение Сибири. Территория России ограничивалась бы европейской частью. В то же время Сибирь была бы территорией Монголии, а Дальний Восток – Японии. В следующей реальности СНГ переросло из содружества в полноценное государство, в состав которого вошли Беларусь, Украина, Россия и Казахстан. Такое я, конечно, слабо представляю, но мы же тут собрались, что пофантазировать. На этом всё. Если вам понравился данный формат, то ставьте лайк и пишите в комментариях следующую страну. Всем пока!